Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 апреля – день Архангела Гавриила. Архангел Гавриил приближен к Богу Отцу, с еврейского муж Божий, и его почитают во всех религиях. Он – призвестник, судеб и служитель его могущества. Изображается с фонарем, внутри которого горит свеча, в одной руке и с зеркалом другой. Свеча, закрытая в фонаре, означает, что судьбы Божьи скрыты до времени их исполнения. И даже по исполнению их постигают те, кто внимательно смотрит в зерцало своей совести и Слово Божие. Немного об ангельском мире. Ангелы – бесплотные духи. Телесными очами они не видят. Они одарены умом, волей, могуществом, гораздо более совершенными, чем человек. Обитают в пространстве. По необходимости, мгновение ока могут оказаться на земле. Ангелы, за свое беспрекословное повиновение Богу, стали неспособными совершать зло, и Слово Божие называет их святыми. Число ангелов очень велико. Согласно святителю Иоанну Дамаскину, нет ни одного народа, ни одной области, ни одного государства, города, монастыря, церкви, части земли. Нет ни одного человека без ангела-хранителя. По достоинству ангелы разделяются между собой. Самые высшие постигают божественные тайны от самого Бога. Низшие получают просвещение через высших. Назначение ангелов по отношению к Богу стоит в постоянном прославлении Его и беспрекословном служении. Пророк Исаия видел окружавших престол Божий и Серафимов, которые взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» По отношению к людям ангелы наставляют их на все доброе, руководят, охраняют душу и тело от вредного и злого, особенно от злых духов. Ходотайствует перед Богом, ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. У древних славян прочно закрепилось мнение о том, что все, что появится в этот день, будет уродливым. Отсюда и поговорка, что родилось в день Гавриила ужасно и некрасиво. Старались ничего не делать, чтобы не испортить свой труд. Подобное поверье существовало и на Рождество. Приметы. И если черемуха зацвела, можно сажать картофель. Какой будет погода сегодня, таким будет 8 октября. Заморозки в этот день говорят о том, что весна будет холодной, а лето поздним. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно, то, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok